Запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах могут в Магадане согласно новому законопроекту. Он запрещает реализацию алкоголя в торговых точках, расположенных в жилых многоквартирных домах. Законопроект опубликован на портале правовой информации правительства Магаданской области. Съемочная группа «Вечернего Магадана» вышла на улицы города с вопросом, мешает ли вам торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Сначала мы опросили прохожих возле супермаркета «Юбилейный» на улице Дзержинского. Знаете ли вы о том, что вступят в силу законопроект, чтобы запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах? Я что-то слышала об этом. А как вы считаете, правильно это или нет? Нет, конечно, неправильно. А мешают ли вам, может быть, люди, которые покупают алкогольную? Те, которые пьют и много покупают, они все равно найдут выход, где взять, что взять и сколько им надо. То есть, мне кажется, ограничение-то не поможет. Только разведутся опять самогонщики. Вот и все. Ну, я-то живу в частном секторе, конечно, мешает. Я давно закрываю. Правда, это несовершеннолетие даже. Я за. Да я же живу не в частном секторе. Поэтому, конечно, нам не очень-то мешают они. А как вы вообще? Конечно, я отношусь хорошо. Что в закрой? Да. Все-таки запретили. Там, где магазины находятся, да? Жилые? Да, да, да. После супермаркета «Юбилейный» наша съемочная группа отправилась к магазину «Колымский Арбат», также расположенному в многоквартирном доме. Сейчас узнаем, как жители этого района относятся к идее запретить продажу алкоголя в торговых точках в многоквартирных домах. Ребята, это все смешно. Во-первых, людей надо воспитывать. Запретительными мерами у человека вызываешь только чувство недовольства. Поэтому это воспитание. Культуру надо воспитывать. И оно потихоньку, само собой, с поколением уйдет. Мне кажется, это ничего не поможет. Все равно люди будут покупать. Все будут находиться в магазине, где подпольные продаются. Так что, мне кажется, это ничего не поможет.